Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Всем здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Да, всем добрый день. Сегодня вторник, 16 июня. И, как обычно, в начале разворота мы пройдемся по повестке нашего сегодняшнего дня. Завершаться будет «Дневной разворот» традиционной викторины «История создания». Задам очередную историческую загадку сегодня я снова. Могу уже предварительно сказать, что сегодня будет вопрос связан с началом телефонизации «Вятки». Вот так вот. 12.30. Начинается с викторины «История создания». Ну, а приз традиционный, сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич». Это все в конце. С 12 часов мы поднимем очень важную и актуальную, на наш взгляд, тему. «Рекламирование кредитов и займов, в том числе быстрых, запретят». Знак вопроса мы поставили. Все дело в том, что депутат, один, вернее, из депутатов Государственной думы от Кировской области, Сергей Доронин, стал автором законопроекта, внесенного в Госдуму о запрете соответствующей рекламы. По этой теме у нас на сайте www.hakirovo.ru, слушатели, вы можете найти опрос к всевозможной рекламе потребительских кредитов и займов «Отношусь негативно, положительно и нейтрально». Точно такой же опрос у нас на страничке ВКонтакте. Знаешь, какие результаты предварительные? Какие? 100% негативно относятся. Значит, что-то в этом есть. Ну, а наш первый час посвящен новому в работе уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. И, собственно, детский омбудсмен Владимир Валерьевич Шабардин у нас в студии. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день. Хочу отметить, что буквально 7 минут назад началось торжественное открытие велопарковок белых, велопарковок в нашем городе. На мероприятии присутствует и губернатор нашей области Никита Белых, и глава города, и ректор Вязкого государственного университета. Также на это мероприятие приглашены предприниматели для подписания соглашения об установке велопарковок у своих заведений. Торжество это сейчас проходит по адресу Преображенская, 41, у одного из корпусов Вязкого государственного университета. Инженер, он называется. Это бывший абонемент библиотеки имени Герцова. Да, все верно. Слушатели, я напоминаю, что в рамках нашего проекта «Велотор Вятка Киров» в этом году проходит установка велопарковок. Такая прям масштабная. Губернатор поддержал наш проект, и устанавливаются парковки. В общей сложности будет 2000 парковочных мест. И вот такое торжественное открытие проходит буквально-таки в эти минуты. И так как у нас сейчас студия полномочена по правам ребенка, делаем мы проект «Право на творчество», и решили мы в этом году эти два проекта, наши «Велотор Вятка Киров» и «Право на творчество» объединить и подарить детям велосипеды. Делаем мы это совместно с Федерацией велосипедного спорта, с главой данной федерации. Мы подключаем людей неравнодушных, бизнесменов для того, чтобы приобрести детям велосипеды. Начиная в этом году с одного детского дома. Надеюсь, что в следующем году будем расширяться, и будут новые дети. Хотелось бы нам, чтобы дети не просто ездили на велосипедах, а не просто так свой досуг организовывали, так как это делаем совместно с Федерацией велосипедного спорта, со спортсменами. Будем мы ездить в детские дома и конкретно заниматься с этими детьми. То есть речь идет уже о спорте. Возможно, кто-то из этих детей будет серьезно заниматься велосипедным спортом. Владимир Варевич, а сейчас в детских домах области дети лишены возможности? Ездить на велосипеде у них нет? Просто-напросто. Нет, ну, конечно, в каком-то объеме велосипеды есть, в минимальном. Но, во-первых, эти велосипеды не те велосипеды, которые предполагаются к участию в этом проекте. То есть это все-таки уровень уже велосипеда более высокий, не прогулочный. Это маутинг-байк, да, это спортивные велосипеды. Спортивные велосипеды, да, горные велосипеды. И это первое. И второе, конечно, у нас в области нет людей-профессионалов, которые бы с этими детьми занимались. Вот именно в рамках детских домов. Поэтому я считаю, что это направление очень важно. То есть и первые два направления, там, и подаренные музыкальные инструменты, и фотоаппараты, они были крайне востребованы. Я еще хочу раз сказать огромное спасибо радиостанции «Эхо Москвы» за участие в этом проекте, за самую активнейшую. И следующий этап, уже новый, это велосипеды. Я надеюсь, что, ну, во-первых, это серьезное продвижение в плане здоровья детей. То есть это и составляющее очень серьезное повышение интереса к этому. То есть когда есть у тебя что-то хорошее в руках, ну, там, гитара, фотоаппарат или велосипед, там, неважно, да, там, или ты находишься в селе хорошего, там, спортивного, там, велосипеда, то это совершенно другие ощущения, чем, там, трясешься на обычном, там, прогулочном, да. То есть это уровень заинтересованности детей существенно повышает. И второе, опять же, мы всегда говорим о том, что мы даем детям возможность права выбора. То есть кто-то из них хочет заниматься этим видом спорта, кто-то хочет заниматься этим видом творчества и так далее, и так далее, и так далее. И если среди этих ребят найдется у нас определенное количество, пусть будет там совсем немного или несколько, которые готовы будут себя, там, вот в этом направлении развивать, то с помощью людей, профессионалов, которые занимаются этим видом спорта, я очень надеюсь, что они этот шанс получат. то есть вот не у каждого из этих детей есть возможность регулярно тренироваться там в спортивной секции и организовать там все секции там абсолютно по всем видам спорта в отдаленном поселке невозможно. Вот. Но при этом дать детям шанс все-таки этим заниматься, я думаю, что возможность есть. Светлана, ну и наверняка по итогам сезона или в процессе сезона будет какой-то велосипедно-музыкальный фото-праздник, возможно. Ну, возможно. Мы, естественно, будем освещать, как проходит наше занятие, и когда мы все-таки уже соберем нужное количество велосипедов и со спортсменами, с главой Федерации поедем, конечно же, мы тоже это все осветим в эфире. Какой детский дом? Пока что мы выбрали Сосновскую школу-интернат, Сосновка, Вескополенский район. Ну, это один из детских домов, который всегда там очень активно откликается на любые новшества. И я знаю, там могу дать 100% гарантию, что это будет использоваться, это дойдет до детей. Вот. Это никуда не уйдет, не сломается, и не уйдет под замок, и дети это не увидят. Вот Сосновка это не пройдет. Ну, и мы, конечно же, как я уже сказала, с велосипедистами, со спортсменами регулярно будем ездить, держать на контроле, заниматься с детьми. То есть я еще раз повторяю, что это не просто так, грубо говоря, по катушке на велосипедах, а это именно занятия уже такие спортивные. Ну, давайте будем переходить к другим детским, а вернее, наверное, не детским, взрослым проблемам. Мы знаем, что на прошлой неделе был подписан некий пакет документов межведомственных, который касается детей, совершивших попытку суицида. Да. Значит, переходя к первому нашему пункту сегодняшнего разговора, у нас в этом году как бы запланированы такие финишные моменты, подводящие итоги нашей там практически полуторагодовой деятельности, в каких-то случаях двугодовой деятельности, то есть проекты, которые выходят на финальную стадию реализации. У нас, в Кировской области, мы были вынуждены констатировать, в 2013-2014 году проблема детских суицидов, как завершенных, так и незавершенных, стала очень остро. То есть всплеск. Ну, с 2010 по 2013 год был существенный всплеск. В 2014 году количество завершенных суицидов, слава богу, сократилось, но количество попыток суицидов среди детей, к сожалению, не уменьшилось. Как было и в 2013, и в 2014 году, количество примерно одинаковое. Это только те попытки, которые у нас зафиксированы, то есть которые проходят официально. Сколько на самом деле их совершается все-таки? И что считать попыткой суицида, а не, скажем так, несчастным случаем падения с высоты или отравления лекарственными средствами, то есть вот как это квалифицировать? Вот там стопроцентных цифр у нас нет до сих пор. И вот все это нас подвигло к созданию рабочей группы при выполненочном поправе ребенка по этой проблеме. Эту проблему особо подчеркнула глава департамента здравоохранения, Лена Медведевна, темно, что она есть. И у нас были долгое обсуждение и общее понимание то, что у нас нет даже единой статистики. Это сразу сказал и Следственный комитет, и ОМВД, и Департамент здравоохранения. Вот именно единой статистики. Все те, кто вошел в рабочую группу, да? Да, в рабочую группу у нас вошли представители департамента здравоохранения, социалка, образование, Следственный комитет, прокуратура присутствовала. То есть члены областной комиссии, поняла мне, что все эти люди, которые работают с детьми. И вот первое, да, и, значит, в результате, да, я хочу сейчас с конца начать. Значит, у нас на прошлой неделе областная комиссия по делам несовершеннолетних приняла тот пакет документов, который мы представили, вот эта рабочая группа, и пакет, который готовился в протяжении больше, чем год. Это очень серьезный пакет, то есть, может показаться, ну что, там можно было за месяц сделать, за два. Нет. Значит, во-первых, мы взяли опыт других регионов, где это есть. Во-вторых, потребовались очень длительные процедуры согласования с точки зрения, насколько мы можем использовать действующее законодательство в том или ином моменте. Я сейчас скажу об этом отдельно. И как итог, у нас были получены, во-первых, предложения от районов, от муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, которые, собственно говоря, и будут центрами работы с такой категорией детей. Второе, у нас было получено заключение от прокуратуры Кировской области о том, что мы можем этот пакет использовать в нашей работе. И третье, очень важное, было получено заключение из Института Сербского, от главного детского психиатра страны. И у нас оно есть, о том, что этот пакет может быть использован в работе, и он будет способствовать тому, чтобы, во-первых, количество попыток снижалось, во-вторых, он будет способствовать очень серьезной работе по каждому случаю вот с такой категорией детей. И вот эти заключения позволяют нам рассчитывать на то, что вот данный пакет я рассылаю коллегам, и у нас есть уже заключение этого же Института Сербского о том, что этот материал можно использовать. И другие регионы не будут там повторно посылать, и пройдут этот путь более быстро. То есть, первое и самое главное. Значит, мы на данной ситуации берем как бы под крыло, под заботу, под опеку всех этих детей. То есть, мы рассматриваем каждую попытку детского суицида как угрозу жизни ребенка. То есть, ведь не секрет, что огромный риск – это риск повторного суицида. Вот. То есть, как этого избежать? Второе. Мы берем на отработку каждый этот случай для того, чтобы выявить причины. То есть, если раньше, знаете, там... Раньше ведь тоже выяснились? Выяснялись, но... Выяснялись, но, значит, работа с этим ребенком, она как бы начиналась или позднее. То есть, после того, знаете, вот... То есть, нужно выяснить, почему. То есть, причин совершения попытки суицида очень много. То есть, это может быть семья проблемы, может быть жестокое обращение, например. Это может быть проблемы в школе. Это могут быть новые вызовы, которых не было еще там два года назад. Это группы суицидников в социальных сетях. Вот это новое... То есть, с чем никогда не сталкивались. А мы столкнулись уже там на территории Кировской области, в Котельническом районе. И это новая ситуация, при которой нужно отрабатывать, скажем так, ситуацию не только с этим ребенком, а с его окружением. И с той цепочкой, которая идет дальше по этой социальной сети. То есть, вот в каждом из этих случаев, ну, как бы методика работы, она разная. И каждый из этих случаев, он, значит, требует привлечения специалистов очень высокой уровни. Поэтому мы в этом пакете предусмотрели создание муниципальной антикризисной группы, куда вошли бы ведущие специалисты там района. И мы включили обязательно в работу с этим ребенком главного нештатного детского психиатра области, то есть, это больница Бехтерева, по отработке с каждым случаем. Раньше этого не было. Далее. Еще один существенный момент. Что касается, у нас есть закон о защите персональных данных. То есть, для того, чтобы начать работу там, вообще даже для того, чтобы передать информацию о том, что вот у нас была попытка, и такой-то ребенок там-то, там другое ведомство, значит, у нас там требовалось и требуется, значит, нужно согласие законных представителей, то есть родителей, и только после этого посмотреть, какая помощь нужна ребенку. Ну, это так вот совсем уже, да, сокращенно так, сжато скажем, да. Вы понимаете, как получить согласие законного представителя, если мать, допустим, находится в другом населенном пункте, попытка суицида была в соседнем районе, если законный представитель находится в нетрезвом виде, например, а были такие случаи, то есть, два дня распихивать... То есть, невозможно объяснить человеку, чего от него... Ну, то есть, это выяснится все равно, раскручиваться будет дальше. То есть, вот для того, чтобы вот это, значит, как бы минимизировать, значит, мы со ссылкой на этот же закон, на защите, там, значит, персональной информации, там есть статья, мы рассматриваем как раз, значит, те моменты, когда получение по какой-то причине невозможно. То есть, вот мы в данную ситуацию рассматриваем, что получение невозможно, значит, этого согласия, и вот эта ситуация, она представляет угрозу для жизни как этого ребенка, так и угрозу для жизни окружающих. То есть, детей, возможно, из этого класса, возможно, из этого населенного пункта, возможно, из этой группы в социальной сети. Вот, то есть, первое, мы получаем сейчас четко разработанную схему и прописанную схему, кто и в каком случае, и как передает информацию, для того, чтобы мы получали единую информацию, значит, о всех детях, чтобы эти все дети у нас были учтены, и никто из них не остался без помощи. Второе, все эти дети получают высоко квалифицированную помощь, то есть, не на уровне, там, где-то специалисты, ну, не знаю, там, не хотелось бы никого обижать, но в районе... Не знаю, школьного психолога такого. Ну, такого, это в лучшем случае, если он есть. А по школьным психологам у нас вообще вопрос отдельный, я много раз озвучил, у нас есть районы, в которых просто невозможно найти школьного психолога, да. Для этого мы привлекаем специалистов не из сферы образования, допустим, а из департамента соцразвития, и этот ребенок получает эту психологическую помощь. Вот. Значит, и третье, у нас появляется как муниципальная комиссия по нему институционно-летних, как ответственные, собственно, люди под отчетный, областной КДН, председателем является Александр Александрович Галицких, да, зампредправительства. И мы получаем информацию о том, что действительно с ребенком поработали, и какая помощь этому ребенку была оказана. То есть, неформально, да, мы поработали, какая помощь была оказана адресная. То есть, вот вся эта категория детей, теперь мы надеемся, эту помощь получат. Вот эта новая схема тьфу-тьфу-тьфу уже применялась в отношении за последние дни? За последние дни не было. Пока не было. Более того, мы надеемся, что некоторые прописанные моменты у нас, как то, например, областная межведомственная декризисная группа, никогда не будут использованы в работе. То есть, она, там, областная группа состоится в случае, там, не дай бог, массовой попытки суицида. Вот, или когда это угрожает, там, ну, вопросы такие сектантские, вот, и угрожает, то есть, большому количеству детей. То есть, у нас это предусмотрено, но мы очень надеемся, это было особенно подчеркнуто на областной КДН, что, там, часть этих моментов нам никогда не придется использовать в работе. Мы бы хотели, на самом деле, чтобы этот пакет никогда не использовался, чтобы таких попыток не было, но пока... Но сама жизнь подтолкнула, что называется, к проработке этого вопроса. В других регионах будет использоваться, вы сказали. Значит, во-первых, мы использовали опыт тех регионов, в которых, ну, подобные моменты уже используются, могу сказать, самый активный, это Бурятия, Санкт-Петербург, Калининград. Вот, Бурятия, Улан-Удэ у нас вообще сейчас какая-то такая базовая площадка в стране. Вот, по данной проблематике, мы активно сейчас сотрудничаем с нашими коллегами из Уфы. Вот этот пакет, в первую очередь, идет им, по данной проблематике. И вообще, он уходит в рассылку всем уполномоченным по праву ребенка в стране. То есть, вот наш вот этот пакет документов. Каким образом он будет использоваться в работе, то есть, я не могу говорить, что там стопроцентно, да, но у нас порядка десяти регионов уже, значит, заявились на то, что они практически там, вот в чистом виде, наш пакет документов будет использоваться в своей работе. Ну, то есть, после принятия, там, соответствующих постановлений на уровне, там, комиссии по делам несовершеннолетних. А вот эти страницы в социальных сетях, да, где общаются такие ребята-подростки, они подлежат закрытию, безусловно? Да, да. Но мы же с вами понимаем, что социальная сеть, это такой механизм, организм очень подвижный, да. Закрывая одну страницу какую-то, да, на ее месте появляются десятки, там, других. У нас есть ребята-волонтеры, которые активно вот, ну, отслеживают это, мониторят, да. То есть, подобные вещи, они, конечно, закрываются, но говорить о том, что они вот будут закрыты, там, стопроцентно в течение, там, одного-двух дней, конечно, нет. Поэтому нужно быть готовым, это новые вызовы, там, нашего времени, да. Мы проходили активные такие этапы, там, эмо, сейчас это немножко там как бы ушло. То есть, сейчас вот новая беда, это на социальной сети, значит, группы, посвященные способу причинения себе физической вреда и боли, способу совершения суицидов и так далее, и так далее, и так далее. Вот на примере Котельнича, еще раз возвращусь, я уже говорил, там, самый такой момент очень серьезный был в том, что девочки из этой группы продолжали общаться после смерти с этой девочкой, которая совершила суицид, там, был завершенный, да. И вот когда с родителями этих девочек, там, начали разговаривать, то есть, абсолютное непонимание ситуации, то есть, нет, с нашими это никогда не может случиться. Это группа-то, созданная в социальной сети. Молодыми людьми из Котельнича? Да, да. Они сами ее создали? Да, сами ее создали, там они состояли, вот, и одна девочка, она жизнью простилась. Вот, и вот после похорон другие девочки продолжали с ней общаться, писать, то есть, как бы-то ничего не произошло, и, как бы, там были у нас все основания полагать, что цепочка может пойти дальше. Но родители этих детей, они говорят, нет, 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 с нашими никогда такое не произойдет, это там какие-то другие, то есть, вот, нет понимания родителей, что это здесь и это рядом, это может произойти там с огромным количеством детей. Есть у нас еще несколько пунктов для обсуждения, но сейчас мы быстренько пока сходим на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Узельна, Владимир Сметанин. И в гостях у нас сегодня Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. И, кстати, вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. 708-502, номер прямого эфира и номер для СМС 8-909-720-101-0. Да, и второй пункт, о чем мы сегодня хотели поговорить. У нас в области появятся так называемые зеленые комнаты. Что это такое? Это тоже инициатива наша. Вот продолжая тему, о которой мы говорили вначале, да, о психологической помощи детям, да. У нас есть категории детей, которым эта помощь нужна в большем объеме, да. То есть это и как раз по незавершенным суицидникам. У нас есть дети, которые пострадали, которые стали жертвами насилия, пострадали, например, от сексуального насилия. И их количество насчитывается там ежегодно, десятки этих детей. Вот, и другие категории, я скажу чуть ниже, да. Что это такое? Работа, с которыми требует особых условий. Значит, что такое зеленые комнаты? Это так называемые помещения доброжелательных детям. Зеленые комнаты, они есть уже в других регионах. Мы смотрели, допустим, я лично был, там, Пермь, Челябинск, Санкт-Петербург. То есть фактически это помещение, разделенное на две части. Значит, в одной из которых, да, между этими частями стоит зеркало Гизелла. Это вот, если вы смотрели там в американских фильмах, да, там, с одной стороны, ну, так жестко, Владимир, да. Ну, с одной стороны видно, с другой стороны не видно. То есть здесь это не помещение для допросов, да, обещание для работы с ребенком. То есть вот почему называется зеленый, то есть одно из этих помещений абсолютно краски, значит, доброжелательные для детей. То есть вот это такая зеленая комната, которой минимум там мебели, вот, и в которой с ребенком работает психолог. То есть если говорить как раз о процедуре допросов и опросов, опросов, да, то дети, пострадавшие от насилия, сейчас вот вы представьте, в каких условиях находятся. То есть следователь, который работает с этими детьми, он их там спрашивает, вот, ребенок пострадал, например, от сексуального насилия. То есть на вопросы, как бы, если без участия психолога, то есть ребенок в ходе этих опросов получает гораздо большую зачастую психологическую травму, чем тогда, когда было совершено насилие. То есть когда его заставляют все это вспоминать, все это, там, прямым текстом говорить, что это было и как это было, да, это, там, очень серьезная травма. А мне всегда казалось, что следователи, работающие с детьми, которые подверглись насилию, они тоже какой-то специфики обученные. Значит, у нас сейчас в настоящее время нет отдельно выделенных там следователей, которые это. То есть вы представляете, следователь, который утром, значит, опрашивал там 10 таких матерых и закоренелых, да, а потом с ребенком. То есть иногда там вопросы, ну, даже постановки интонации. Ну, вот одно дело, вот с ребенком разговаривает психолог, то есть человек, который, ну, вот, это его профессиональные навыки, то есть ему это учили, он умеет разговаривать. Соответственно, тесты у него, наверное, есть. Соответственно, тесты оборудования, и он знает, как вот задать вопрос, при этом не поранив ребенка там еще раз, да. Вот. И там человек, там, следователь, который вот, который есть, граф, там, было вот это, вот это, вот это, вот это. То есть в этой ситуации у нас этот же следователь при опросе, значит, находится за зеркалом. Значит, родители этого ребенка, то есть если он пострадал там, нет, тоже находятся за зеркалом. Другие специалисты тоже находятся за зеркалом. То есть с ребенком работает один человек. Если требуются дополнительные, ну, как это работает в других регионах, дополнительные вопросы, да, то есть через микронаушник, значит, следователь психологу, значит, задает уточняющий вопрос, и психолог может, значит, ребенку задать вопрос. Но при этом надо понимать, что ребенок находится, значит, для себя в такой благоприятной среде, да, а не в официальном кабинете следователя, да, значит, мы все видим там в фильмах, как эти кабинеты выглядят, да, значит, перед ним сидит человек, который говорит, так, что было вот так, вот это, вот так. Ну, и, безусловно, в это время ребенок, он ведь не обязательно по стойке смирно может стоять и посидеть, он может рисовать там, да, играть, заниматься чем-то, да, такая непринужденная беседа. Плюсом к этому, значит, есть специальные сертифицированные там и тесты, и предметы, например, вот там фигура человека, да, на которой можно показать, то есть какие действия были совершены там над этим ребенком, да, то есть не на ребенке показывать, а получить эту информацию здесь. То есть вот это первая очень важная составляющая, то есть вот эти десятки детей, которые есть у нас ежегодно, значит, они будут опрошены в других условиях. У нас появятся две таких комнаты. У нас появятся в Кирове две таких, вообще мы по области сейчас запланировано шесть, потому что из районов, чтобы вот детей, которые и так пострадали, не везти далеко, значит, вот шесть таких базовых зеленых комнат, мы запланировали две из них. Первая это в Кирове, то есть вот с этого и начнется. Что это за учреждение? Это учреждение соцобслуживания, то есть в которых есть уже и сейчас присутствуют профессиональные психологи, то есть это не отдельное где-то там помещение, а именно на базе учреждений социальных. Вот одно из них в Кирове, значит, они в любом случае в том или ином виде сейчас уже работают с детьми. И это огромная помощь в том числе психологам, которые там есть. Потому что кроме вот этой категории детей, пострадавших в насилии, у нас есть огромная потребность среди других категорий детей, скажем, среди детей-аутистов. Дети-аутисты у нас особая категория, которая тоже не могут работать с большим количеством людей. И вот мы говорили о том, что с ребенком может работать один специалист, находясь в одном помещении, а в другом, допустим, психолог, да, а в соседнем помещении может находиться там логопед, дефектолог, там еще какие-то специалисты, и не потребуется там пять раз работать с одним и тем же ребенком, пяти специалистом, вот ситуация будет понятна. И рекомендации этим же родителям могут быть даны сразу, которые будут находиться вот рядом. Вот, у нас есть детей, категория, значит, с которой можно работать. Еще, как бы серьезно, это предложение было сразу, это же организация Лиза-Алерт, которая занимается бегунками. А можно на базе вот этих зеленых комнат будет создать центры для работы с этими бегунками, то есть, которые там по 10 раз в году у нас убегают для того, чтобы туда привезти, в том числе и родителей, которые увидели бы проблему ребенка, что она есть и именно нет. То есть, вот мы еще вот эту задачу ставим. Ну и вообще реабилитация детей, значит, которые там есть, одно из двух помещений в Кирове, оно предусматривает, то есть, там центр, он с круглосуточным пребыванием. То есть, вот, допустим, из района ребенок может приехать там ни на час, ни на два, а можно на день, на два, на три. То есть, столько, сколько потребуется для его реабилитации. То есть, параллельно там с занятиями можно проводить курс реабилитации уже как бы здесь. Вот. Ничего подобного у нас пока нет. И не было. И не было никогда. Значит, в данном случае у нас, опять же, сейчас, если мы говорим по категории детей, наша задача для того, чтобы 100% детей этой категории получили вот эту же психологическую помощь. Поэтому со Следственным комитетом мы, когда, значит, и обсуждали вот эта составляющая, я все к ней возвращаюсь, да, о том, что вот мы создаем эти комнаты, ну, как бы по кустовому методу. Это не значит, что только вот там пять районов области получат эту помощь. Нет. Значит, у нас следственное действие, если это там из соседнего района, значит, следователь, будь добр, приедь вот в это помещение, которое там детям доброжелательно, а не там опрос там с вызовом там к тебе в кабинет проводи. Ну, а, кстати, почему бы таким гуманным способом вот именно в зеленых комнатах не поступать и с так называемыми трудными детьми, которые совершают правонарушения, не дай бог, серьезные преступления? То есть вот на эту категорию тоже. Есть, есть, на самом деле вот даже, мы еще даже не открыли ничего этого. У нас по мере там продвижения, вот наполняемость этих комнат, вот даже уже виртуальные, уже сейчас сформирована там с восьми утра до девяти вечера. Потому что те специалисты, на базе учреждений которых вот мы планируем, когда мы приехали и сказали, что вот планируем вот это, вот это, вот это, они сказали, мы заполним как бы стопроцентно, потому что у нас потребность есть, даже бы, если бы не было там Следственного комитета, да, вот этих категорий, даже если бы не было там ребят, детей, допустим, аутистов, текущая работа с детьми, значит, и помощи им в их проблемах, значит, она бы уже заполнила все это время. И на самом деле, вот по опыту, скажем, там Челябинска, да, мы разговаривали, там, Следственный комитет занимает там 2% времени, вот в этой зеленой комнате, 98% занимает работой тех специалистов, которые уже работают, и в тех помещениях, которые уже есть, просто это дополнительная возможность для них. Ну и, безусловно, тут видео, аудиозапись, да, процесс, собственно, общения с ребенком. Процесс, конечно, это возможность, там есть предусмотрена, предусмотрена, не во всех случаях, но предусмотрена, конечно, система видеофиксации, видеозаписи, это, опять же, для следственных действий, значит, один раз побеседовали, видеофиксация есть, видеосъемка, тем более теперь с 1 января она обязательна, вот, и для дальнейшего, значит, не требуется, там, каждый раз, значит, письменно, там, под протокол ребенка прошивать, вот есть видеозапись, вот смотрите, что ребенок сказал. Вот, и это позволяет существенно, значит, вот тот дополнительный вред ребенку, который наносился подобными, там, опросами по несколько раз, снизить. Такие комнаты в других регионах есть, идея не нова, почему у нас они вот только-только появляются? Ну, во-первых, там не было, все упирается в финансирование, и не было запросов, то есть там, где появлялись в свое время, это было грантовые вещи через, там, фонд Гордеевы, где-то, как в Перми, есть, там, программы прописанные на уровне, там, значит, целевых программ, вот, ну, у нас финансирование, и, как бы, несмотря на то, что необходимость есть, средства, они ограничены, там, во всем, да, поэтому вот сейчас эти первые зеленые комнаты, они создаются без участия бюджетных денег на базе государственных учреждений, но у нас есть предприниматели, которые увидели необходимость, то есть, и которые готовы поддержать, я пока не буду их называть, вот, но есть уверенность, что мы уже на оборудование и на ремонт вот этих первых помещений доброжелательных детям, ну, уже набираем, и к сентябрю, там, максимум октябрю первые уже будут открыты, и будут, и начнут работать. У нас остается буквально 4 минуты, а у нас есть еще одна тема. Служба ранней помощи, да. Еще один момент, который, да, проект, который у нас два года и близок к завершению, на конец августа мы планируем, значит, у нас, напомню, опять же, категории детей, которые рождаются с врожденными аномалиями развития, генетические аномалии, врожденные пороки, группа детей, которые родились намного раньше срока, значит, так называемые торопышки, группа детей, которые родились недоношенными, группа детей, которые рождаются в семье, там, психически людей, нездоровых, наркоманов, алкогольников, то есть это все дети в группе риска. Значит, у нас в Кировской области до сих пор нет пока единой службы, которая комплексную помощь вот таким категориям детей оказывала от нуля до трех лет. То есть пока в детский сад идут уже, ну, там и образование, и социальное, и здравоохранение. У нас до сих пор не было. Опять же, мы взяли опыт двух регионов, в которых созданы подобные службы, и успешно функционируют, и показали необходимости, и нас поддержал департамент здравоохранения. Вот, и сейчас решение о создании этой службы ранней помощи принято, рабочая группа тоже есть, и уже на август планируется открытие подобранного помещения. Значит, с чем я хотел бы обратиться? Есть достаточно длинный перечень оборудования, которое необходимо, начиная от костюмов специальных для реабилитации этих детей, заканчивая, ну, там, определенными аппаратами. То есть, опять же, учитывая ограниченность финансирования, да, то есть максимально все, что из бюджета, значит, там будет поставлено. Но есть вещи, которые там не предусмотрены, скажем так, обычным там, не знаю, отделением детской больницы. И поскольку мы создаем там принципиально новую службу, там есть вещи достаточно уникальные, которые вот пока там по бюджетному финансированию не проходят. Вместе с тем, если бы мы их поставили, то у нас дети получали бы более квалифицированную помощь и ранее. Поэтому я обращаюсь к бизнесменам, которые слушают наш эфир. Уважаемые друзья, у нас есть там оборудование, стоимость которого начинается от 5 тысяч рублей, ну, и заканчивается там самое дорогое 2 миллиона. Я не призываю вас там, помогите с тем, что стоит 2 миллиона. Но есть вещи, там один реабилитационный костюм стоит там от 10 до 25 тысяч рублей. Вот. Если есть возможность, то можно обращаться к нам. Мы дадим координаты 64, 10, 85, телефон, аппарат, упаломоченный по праву ребенка. Или у нас есть ответственное лицо вот по этой службе ранней помощи. Это Эльвира Витальевна Дударева, замглавного врача детского диагностического центра. Ее телефон 3761-65. То есть вот она расскажет, что необходимо и куда можно перечислить средства. Ну, и аппарат уполномоченным по праву ребенка Дериндеева, 23. Да. Я все верна. В чем непосредственном подчинении будет находиться эта служба ранней помощи? Департамент, это будет основано на базе детского диагностического центра, то есть департамент здравоохранения, но с участием департаментов образования и социалки. То есть это такая межведомственная комплексность. Ну, опять-таки межведомственная структура. Еще раз, номер телефона. Наш 641085, Эльвира Витальевна 3761-65. Ну что, спасибо. Завершается у нас первая половина дневного разворота в Кирове. Благодарим нашего гостя Владимира Шабародина, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас новость и уже новая тема в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин